Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов сегодня знакомился с ходом строительства Фрунзенского моста. На него из федерального бюджета дополнительно выделено более полумиллиарда рублей. На финишной прямой в поселке Волгарь завершается строительство школы. Киоском не место на улице Старый Загора. Жители выступают за цивилизованную торговлю. Дома на въезде в город выкрасит одним цветом. Глава Самары Олег Фурсов распорядился привести в порядок фасады, зеленые насаждения и убрать незаконную рекламу. Самарцы покоряют мировой кинематограф. Картины режиссера Егора Чичканова признана лучшей на международном фестивале короткометражек. Самару с рабочим визитом посетил министр транспорта России Максим Соколов. Он проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста. Это один из важнейших инфраструктурных проектов, который реализуется в регионе к Чемпионату мира по футболу 2018. Репортаж со стройплощадки от Марины Матвейшиной. Более полмиллиарда рублей получит дополнительно Самарская область на строительство Фрунзенского моста в этом году. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов во время посещения стройплощадки Фрунзенского моста. Строители при таком должном финансировании обещают установку всех опор завершить уже в этом году. Полностью мост будет готов в 2018 году. Работа здесь идет круглые сутки. Все по графику. Задействовано более 200 специалистов и 70 единиц техники. Подготовка идет к устройству русловой четвертой опоры на том берегу. Забито шпунтовое ограждение. Основная техника сейчас сконцентрирована на том берегу. В силу того, что здесь был большой поводок в этом году, неожиданно большой, затопило все технологический мост. И мы сконцентрировали производство работы для цели освоения денежных средств, выделенных уже на правом берегу, на городской части. Проект мостового перехода Фрунзенский включает в себя строительство нескольких объектов. Это сам мост через реку Самара, мост через озеро Банны и строительство развязок на улицах Шоссейная и Фрунза. Длина новой дороги вместе со всеми развязками будет более 2,5 километров. По оценкам специалистов, новый мост в сутки сможет пропускать более 3,5 тысяч автомобилей. Деньги, которые будут на сегодня уже определены, они 100% будут освоены, даже вопросов нет. Это где-то уже даже к сентябру месяцу. И мы попросили с Максимом Юрьевичем, чтобы они продолжали дальше работы в Минфине. Встречались и не скучается, что мы на этот объект еще привлечем федеральный кредит. Или посмотрим, как у нас будет складываться по собственному дорожному фонду. Будет, если у нас возможность, мы будем на этот объект еще в этом году дополнительно добавлять суммы. Стоимость проекта Фрунзенского мостового перехода в целом более 12 миллиардов рублей. Его реализация имеет стратегическое значение для развития области. Фрунзенский обеспечит дополнительный выезд из города. Кроме того, соединит Самарский и Куйбышевский районы. На месте строительства моста министр транспорта России, губернатор и глава Самары проводят совещание по развитию инфраструктуры региона к Чемпионату мира по футболу. В ближайшие 2-3 года Самарская область может получить 31 миллиард рублей с федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов Самарской области. 6 миллиардов из них планируется направить на строительство Фрунзенского моста. Остальные деньги на такие объекты, как магистраль Центральная и мост через реку Волга в районе села Климовка. Благодаря совместным усилиям и регионального субъектового дорожного фонда, и федерального бюджета, значит, что правительством весной было принято решение о выделении средств Самарскому региону для развития и ремонта дорожной сети Самары в размере 400 миллионов и Тольятти 250 миллионов. Я уверен, что будет настоящий прорыв в этом году. Более 70 объектов будет реализовано в Самаре в этом году, 120 километров дорог. Также министр транспорта России проинспектировал, как идет реконструкция дороги в Волжский аэропорт Курумыч. Работы здесь стартовали в августе 2015 года, а полный ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017. Протяженность новой трассы составит 5 километров, из которых 155 метров – это строительство нового моста через железнодорожный переезд. Дорога позволит как автолюбителям, так и людям, которые пользуются общественным транспортом, гораздо быстрее добираться до аэропорта. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Площадь революции включили в туристический маршрут к чемпионату мира. Сейчас здесь проводится масштабное благоустройство. В прошлом году отремонтировали дорожное покрытие на проезжей части. В этом году выложили плиткой тротуары. Комплексный дорожный ремонт проведен на всем участке улицы Венцека. Настало время принимать работу. Олег Зверев пообщался с экспертами и представителями общественности. Площадь революции, достопримечательности, транспортный узел исторического центра Самары. Еще недавние проезжие части тротуары были в изношенном состоянии. И вот новое покрытие на кольце и в пешеходной зоне. Здесь проведен комплексный дорожный ремонт. В 2015 году была выполнена основная часть работ. В 2016 завершена укладка тротуарной плитки на пересечении улиц Венцека и Куйбышева. Работы на всех стадиях проводились под жестким многоступенчатым контролем, в том числе лабораторным. Сейчас настало время принимать объект. Сделали щебеночное основание. Вызывается куратор. Куратор показывает точки. Выкапывает несколько точек. Смотрит на фактическую ложную толщину слоя щебня. Следом укладывается прослойка из нетканого синтетического материала «Дорнит». И укладывается песок толщиной 5 сантиметров. Также все это проверяется. Выезжает куратор, смотрит. Протяженность отремонтированного участка улицы Венцека, от улицы Максима Горького и чуть выше площади. В общей сложности заменили почти 7 тысяч квадратных метров покрытия. Согласно муниципальному контракту на комплексный ремонт выполнены все требования. И вот по поручению губернатора и главы города вместе со специалистами работу принимает и общественность. Теперь уже никто не хочет вспоминать разбитый красный асфальт советских времен. Местные жители стали относиться к площади по-другому, точно зная, что здесь проходит гостевой маршрут. Вот этого счастливого момента мы достаточно долго ждали жителей. Вот и нашего района, я думаю, даже всего города, потому что многие приезжают сюда отдыхать. Ну вот, наконец-то, отремонтировали. Сейчас приятно выйти, жители довольные. У нас очень активные жители достаточно. И надо отметить работу подрядчика, что во время диалога, во время производства работы, диалог с жителями, в общем-то, не прекращался. И все замечания, которые были со стороны общественности, со стороны жителей, со стороны администрации Самарского-нутриградского района, все эти замечания были приняты в работу. Теперь осталось привести в порядок фасады зданий. Тогда площадь революции будет выглядеть как центр европейской столицы. А между тем на соседней улице дорожные работы в самом разгаре. Улицу Степана Разина от Крупской до Льва Толстого строители должны сделать так же в этом сезоне. Сейчас уже демонтировали старые покрытия, идут работы по установке бортового камня. Полностью работы должны быть завершены до 31 октября. Олег Зверев, Станислав Левин, События. На финишной прямой в поселке Волгаре завершается строительство школы. И хотя ее возведение началось всего несколько месяцев назад, ученики должны сесть за парты уже в новом учебном году. Это будет одна из крупнейших школ Самары. Здесь одновременно будут заниматься до тысячи детей, причем в одну смену. Внутри предусмотрены два спортзала, столовый и большой актовый зал. На завершающем этапе строительства детские сады в поселке Мехзавод и на улице Георгия Ратнера, спортивный комплекс в поселке Зубчининовка. Вопросы реализации капитального строительства обсудили на общегородском совещании в администрации города. В этом году в рамках бюджетных инвестиций в капитальное строительство предусмотрено финансирование почти 40 объектов. В приоритете социально значимые – школы, детсады и спортивные комплексы. Особое внимание глава Самары уделил соблюдению сроков выполнения работ. Мы сроки, когда озвучиваем в конкурсной документации, мы ориентируем общество на получение того или иного объекта в эти сроки. И когда идет смещение, это большое нарушение, на мой взгляд, серьезнейшее. У нас тем более есть меры, и школы строят, и ремонтируют школы с опережением графика. В некоторых случаях на год, в некоторых случаях на 4 месяца. Я думаю, на них надо равняться при сохранении качества работы. Еще одно важное совещание, на этот раз посвященное подготовке города к чемпионату мира по футболу, провел глава Самары Олег Фурсов с руководителями районных администраций. Им поручено привести в порядок все участки дорог, которые ведут в город. Сейчас особое внимание фасадам домов, незаконным торговым точкам и рекламе. Как планируют изменить облик шести маршрутов, узнавала Лариса Шалафаст. К 2018 году новое лицо должны обрести старые здания, которые расположены при въездах в город. Это порядка ста домов. Особое внимание глава города поручил обратить на частный сектор, где нужно покрасить и фасады, и заборы. Причем цветовая гамма должна быть едина. Для этого районные архитекторы будут разрабатывать цветовые карты. Самара принимает чемпионат мира. Самара принимает весь мир фактически. Сюда приедет очень много туристов, поверьте. Мы сделаем для этого все. И от того, как будет выглядеть город, хотя бы в части туристических маршрутов, будет складываться впечатление в целом и о регионе, и о России. Мы должны сделать из Самары столичный город. Еще одна важная тема – незаконные торговые точки. Сейчас в городе продолжают вывозить киоски, которые работают незаконно. Специалисты Департамента потребительского рынка провели контрольный объезд и выявили все незаконные точки. В лидерах Куйбышевский район, где насчитали 49 объектов. Сейчас у нас, то что я уже сказал, 122 объекта еще без права устанавливающих документов находятся на въездах. Будем проводить работу в рамках регламента. Особое внимание поручено обратить на рекламные конструкции при въездах в город. Сейчас их 55. Все незаконные щиты демонтируют. Те, которые установлены по всем правилам, владельцы должны обновить. Покрасить и, если требуется, поправить опоры. Также глава города поручил обратить внимание на благоустройство незакрепленных территорий. Каждому такому участку должны найти хозяина, чтобы деревья и трава тоже радовали своим видом горожан и гостей Самары. Вокруг рынка на Старозагоре бушуют страсти. Найдется ли ему место на обновленном бульваре? Скорее всего, нет. Продавцы, конечно, не рады такому повороту событий, но вот многих жителей такое соседство не устраивает. Они вспоминают, какой прекрасной была Старозагора до появления на ней киосков. Мнение всех сторон выслушала Валерия Макарова. Рынком не было. Тут замечательный фонтанчик был. Ходили, гуляли. Это сейчас вот такое устроено. Сейчас только старые открытки напоминают, какой была Старозагора до того, как здесь появились торговые ряды. Еще в 90-е они перекрыли вид на ошибку. Жители жалуются, ну не может такой бульвар начинаться с рынка. Может быть, да, удобно, хорошо, конечно. Где-то может что-то подешевле. У всех отношения по-разному к рынку. Но все равно я с вами понимаю, что такая улица, как Старозагора, она не должна начинаться с рынка. Тем более с такого страшного рынка. Возможно его перенести, пожалуйста, пускай переносит его в другое место. Мы не против рынков. Но не здесь. Вот Старозагорский на той стороне, да? Почему бы там не сделать рынок? Тряпочки убрать, а сделать овощи там овощной или какой, продовольственный ли рынок. Женщина шла по рыночку, вот по-нашему, и вдруг на нее что-то падает на голову. Она остановилась и вот так стряхнула. Это крысенок маленький оказался на пол. И тут подбегает мама, берет крысенка и побежала с ним. На этом рынке купить можно все, что душе угодно. Рядом с колготками бижутерии соседствуют киоски с мясом и сушеной рыбой. Появление здесь журналистов продавцов явно не радует. Вы как считаете, рынок не портит вид города? Вид улицы, которые построили? Поговорить о судьбе рынка соглашаются далеко не многие. Я считаю, что нужно облагородить и оставить так же торговые ряды. Потому что свежую продукцию не купишь в супермаркетах. Проблемные торговые точки недавно стали темой совещания в администрации промышленного района. Перед властями поставили четкую задачу избавиться от незаконных торговых объектов. Сейчас владельцами этих торговых рядов ведутся сложные переговоры. Расторгаются договоры о тех, кто торгует незаконно, предупреждают о сносе. Рядом вовсю идет реконструкция улицы Старозагора. И после ее завершения вот такому привету из 90-х на обновленной улице места не будет. Валерия Макарова, Константин Головин. События. В этом году площадь цветников в Самаре увеличилась почти на четверть. Улицу украшают по программе «Цветущий город», разработанный по инициативе главы Самара Олега Фурсова. Однако уже были случаи, когда городские клумбы частично опустошались. Только за июнь злоумышленники похитили 5000 цветов. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Как возрождают красоту в сквере на площади Куйбышева, расскажет Алина Чемерес. Нина Евстигнеева терпеливо сажает новые цветы на место тех, что украли вандалы. Розовые катарантусы, как и другие цветы, высадили в сквере на площади Куйбышева в начале июня. За месяц с газона исчезли десятки растений. Досадно немножко. На душе так, ну, смотришь, пустое место. Красоты этой нет. Такое чувство, что люди, наверное, не видят этой красоты, не хотят, наверное, видеть, чтобы другие видели, не уважают рот. Больше всего вандалам по душе петунии бархотки сальвии бальзамины. Они с клумб и газонов пропадают нередко. Некоторым нарушителям мало выкопать растения. Порой из городских улиц исчезают даже кашпо. Могут на свои объекты, могут на свои балкончики. Ну, а могут просто из хулиганских убеждений. Есть такие случаи, что вот просто выдернули и рядом тут же положили. Вот, и оставили. Естественно, он без земли, растение засохло в течение какого-то определенного времени. И все равно его приходится потом по новой заменять. На восстановление клумб городские службы тратят немало сил, средств и времени. Похищение цветов нужно задокументировать, рассчитать смету и только потом высаживать на пустых местах новые растения. Помочь сохранить красоту могут только жители. Безусловно, конечно, вандализм – это неприемлемая черта. Да. Нужно уважать просто труд других людей и потом просто любоваться на них. Это же красотка. Зачем ее ломать? Городские цветы будут радовать жителей до конца сентября. Чтобы яркие клумбы не опустили раньше времени, самарцев призывают бережно относиться к труду озеленителей. Алина Чемерис, Ангелина Капустянская, Екатерина Шишмарова, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других темах дня. Водитель, сбивший дорожного рабочего на улице Льва Толстого, арестован на 15 суток за то, что покинул место происшествия. 14 июля автомобилиста, проигнорировав знаки о дорожных работах, наехал на 35-летнего мужчину, выгружавшего бетонную смесь из ковша. Рабочего на скорой отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Черная Тойота была найдена неподалеку от места происшествия. Вскоре задержали ее водителя. Миллион шестьсот тысяч рублей. Такой штраф заплатит бывший водитель автоцистерны, который в ноябре прошлого года вылил в Красноярском районе 34 тонны серной кислоты. Водитель грузового автомобиля перевозил опасные производственные отходы. Цистерна не была герметичной. Чтобы избежать ответственности за нарушение при перевозке, он слил кислоту прямо в грунт. Мужчину признали виновным в преступлении и осудили его на два года лишения свободы, запретом на право заниматься перевозкой опасных грузов на три года. По результатам повторной психолого-психиатрической экспертизы, 15-летний подросток, который зарезал отца, ранил мать и сестру, признан невменяемым. Трагедия произошла в марте этого года в квартире в доме на улице Ставропольской. Первые результаты экспертизы показали, что школьник был вменяемым, когда совершил преступление. Но потом были озвучены результаты повторного обследования, которые гласят, что подросток не осознавал, что делает. Рядом со стадионом Самара-Арена планируется создать экологический парк. Неподалеку от площадки строительства стадиона расположено 86 гектаров леса. Эта территория и должна стать зоной семейного отдыха. Это также повысит привлекательность стадиона и спортобъектов, которые здесь построят для жителей города. Жара накроет Самарскую область выходные. По информации Приволжского гидрометцентра, суббота и воскресенье температура воздуха в регионе будет колебаться от плюс 27 до плюс 34 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Осадков метеорологи не прогнозируют. Жаркой окажется и вся вторая декада июля. Температура на 3 градуса превысит среднее многолетнее значение. Самарские таланты покоряют мировой кинематограф. Картина режиссера Егора Чичканова «Самарца по происхождению» признана лучшей на международном фестивале короткометражек. Приз за лучшую режиссуру. Теперь фильм ждут показы в Швейцарии. Сейчас режиссер живет в Санкт-Петербурге. Его работы уже показывали в Каннах и на разных фестивалях. Новую картину, все остальные вещи Егор снимал в родном городе. Работа над фильмом в жанре драмеди. Смесь комедии и драмы шла в обычной квартире на Тихвинской. А вот актерский состав – звездный. Главные роли в фильме исполнены актеры театра драмы и самарта. Сценарий написал сам режиссер. В центре сюжета – семейные отношения, переезд из фамильного гнезда. Старший сын в окружении многочисленных родственников пытается вызволить свою маму, которая неожиданно для всех закрылась в комнате и отказывается уезжать. Но тут бабушка по непонятной причине берет и запирается в своей комнате. Просто закрывается на ключ и говорит, я никуда не поеду. Если вначале, ну да-да, очень смешно, а она на полном серьезе. Она действительно заперлась и никуда не собирается уезжать. И потихонечку эта маленькая нелепая ситуация, довольно комичная, превращается в ком кучу проблем, которые существовали у этой семьи всегда. Погрузиться в атмосферу 19 века и выпить чашечку кофе с дворянского стола можно в историческом доме на набережной, где открылся выставочный зал русского географического общества. В атмосферу Старой Самары окунулся наш корреспондент. Музыка, костюмы, предметы быта – все соответствуют концу 19 века. В знаменитом доме на набережной открылся выставочный зал Самарского отделения Русского географического общества. Проект посвящен 165-летию Самарской губернии. Авторы воссоздали образ Старой Самары. Можно полюбоваться полотнами самарского художника Николая Шишина с заповедными уголками Старого города. Увидеть интерактивную выставку с вкусным названием – «Чай по-купечески», «Кофе по-дворянски». Выставка в своем роде уникальна. Большинство предметов быта – подлинные, они любезно предоставлены самарскими коллекционерами. А вот эта тарелка круглая, она особенная. Если обратиться внимание на сколы, потому что это подлинный раритет, здесь можно заключить, что этот фарфор имеет особенность. Это так называемый бисквитный фарфор. Уникальность выставки и в том, что все экспонаты можно не только рассмотреть, но и потрогать, а угощения, украшающие стол, еще и попробовать. Все под музыку старинных инструментов конца 19 века. А любители экстрима в историческом подземелье «Дом на набережной» могут пройти квест с пугающими сюрпризами и головоломками. Мы рассчитываем, что люди, которые приедут к нам не только на чемпионат, но и в последующем и до мероприятия, они будут посещать это место и смотреть, познавать нашу историю, нашу культуру, то, что было в традициях именно Самары. Окунуться в атмосферу купеческой Самары смогут не только жители города, но и иностранные туристы, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Случайно стал героем. Молодой человек в конце июня с Пашей тонущего ребенка в парке Гагарина получил награду от районной администрации. Ему вручили благодарственное письмо и медаль Куйбышев «Запасная столица». В этот день памятные знаки получили еще около 50 жителей промышленного района. Подробности в репортаже Алины Чемерес. В тот день Дмитрий Казманко просто проходил мимо и о том, что станет народным героем, даже не помышлял. Увидев, что в пруду в парке Гагарина тонет трехлетний ребенок, прыгнул спасать. Прямо в одежде и с телефоном. Я даже не раз думал. Я увидел, что он подскользнулся, упал, и бабушка его уже не достает. И я сразу прыгнул. Мальчик был в шоке. Сказал спасибо. И все, они ушли. Сегодня Дмитрию в торжественной обстановке вручают медаль Куйбышев «Запасная столица» и благодарственное письмо. В этот день награды получают и другие жители промышленного района. Семейные пары, прожившие вместе более 25 лет. Николай и Тамара Пивоварова познакомились в 70-х. Он молодой офицер, она сотрудник политотдела. Вскоре поженились вместе уже 38 лет. Говорят, секрет семейного счастья в верности и уважении. А любовь, вспыхнув однажды, с каждым годом только крепнет. Наши чувства, как были, они не угасли, а только усилились. И плоды нашего труда, я уже сказал, вылились в наших замечательных детей и внуков. Вот подтверждение моих слов. Это как раз вот те пары сегодня, которые, наверное, могут уже для нашей молодежи проводить некие такие мастероклассы, да, какие-то пять секретов успеха семейной жизни. Потому что мы все с вами знаем, что сохранить семью – это дорогого стоит. Они все входят и в местные советы ветеранов. Они очень активную гражданскую позицию в районе занимают. Медаль Куйбышев «Запасная столица» посвящена памятной дате. 75 лет прошло с тех пор, как нашему городу был присвоен этот почетный статус. Вручают ее тем, кто вносит активный вклад в жизнь Самары. Активисты, ветераны, учителя, соцработники, сотрудники предприятий. Сегодня в промышленном районе памятный знак получили около полусотни человек. Награждать жителей будут и далее. Алина Чемерис, Екатерина Осетрова, Дмитрий Мешканцов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Команда «Самаргис» сразится за гран-при картинг-турнира среди журналистов. Баскетбольная «Самара» готова играть в единой лиге. Анастасия Павлюченкова после «Уимболдона» стала 19-й ракеткой мира. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова после «Уимболдона» поднялась на 19-е место рейтинга Международной теннисной ассоциации. До этого она занимала 23-ю строчку. Павлюченкова дошла до четвертьфинала лондонского турнира, где проиграла первой ракетке американке «Сирене Вильямс» в двух партиях с одинаковым счетом 6-4. А вот тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина теперь на 29-й позиции рейтинга. Она тоже поднялась на 4 ступени. Баскетбольный клуб «Самара» подал заявку на вступление в следующем сезоне в «Единую лигу». Кто будет играть в чемпионате, станет известно в субботу на заседании Совета лиги. Заявки также подали Сахалина и Парма. В прошлом сезоне Суперлиги «Самара» по итогам регулярного чемпионата заняла 5-е место в плей-офф 4-е. Заместитель генерального директора «Единой лиги» Илона Корстин, кстати, самарчанка, игравшая в команде ВБМ «Сгао», подтвердила ситуацию с заявками. Однако воздержалась от прогнозов по поводу того, какие из них имеют наивысшие шансы одержать победу. Комиссия лиги уже была в Перми и Самаре и до заседания планируют посетить Сахалин. Спортивные журналисты телеканала «Самары ГИС» Сергей Кизоркин и Константин Головин в гоночной команде по картингу поборются за призы турнира среди средств массовой информации. Соревнования пройдут в торговом центре на Южном шоссе в субботу. Начало квалификации в 10 утра. Финальные заезды в 2 часа дня. Приходи, поддержи команду «Самары ГИС». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин